Друзья, всем привет! На связи на Моноколесном канале, где мы разбираем все, что касается электротранспорта. Знаете, я сейчас сижу, смотрю, думаю, думаю и удивляюсь. Снова самокат, снова проезжая часть, снова ноль экипа, снова нарушение правил и снова человек учится на своих ошибках. В этом видео разберем небольшой фрагмент, он длится по сути 8 секунд, но тут есть много нюансов, на которые почему-то в здравом уме здравый человек не обращает внимания. Давайте посмотрим видео. Дело происходит в Одессе, Украина, на какой-то одной из дорог. Что я вижу при первом приближении? Я вижу, что справа горит сверху зеленый светофор, оба потока едут по однополосной дороге, назовем так, да, то есть в одну сторону одна полоса и обратно одна полоса. Скорости небольшие, дай бог, чтобы было километров 30-40 в час. Если присмотреться справа, виднеется голова какого-то райдера, я вначале подумал, что это пешеход, нет, черная голова, затылок райдера, он двигается в принципе правильно. Максимально право к бровке, к правой бровке, с краю, ну как бы нормально, да, тут без претензий. Поворачивает одна машина налево, есть прерывистая полоса, то есть в принципе правила тут никаких не нарушается. Все нормально, можно поворачивать из потока влево. Я не знаю каким образом райдер на колесе, на колесе говорю, не дай бог на колесе, на самокате. Знаете, кстати, вот я что замечаю, каких-то ДТП с участием моноколес, их в тысячи раз намного меньше, чем ДТП с участием тех же велосипедов, тех же электросамокатчиков. Проблема ли лишь в количестве или проблема в голове каждого отдельного взятого райдера и в отношении всем участникам дорожного движения. Человек поворачивает налево и делает сальто в воздухе. Повторю, слава богу, что скорости небольшие. Визуально даже у тачки, которая сбила электрорайдера, особо вмятин, да, там каких-то трещин на лобовом стекле или на фарах нет. Но я не вижу, тут небольшое изображение, но я не вижу. Райдер делает сальто в воздухе и приземляется. Я думаю, что благодаря реакции водителя, а он тормозить начал хотя бы там метров за пять, и благодаря небольшим скоростям райдер проведет энное количество времени где-то в больничке, переосознает свое поведение, выучит правила дорожного движения и так далее. А теперь давайте по факту. Те, кто знают правила дорожного движения, понимают, что поворачивая налево, будь вы на велосипеде, будь вы на самокате, будь вы на автомобиле, вы должны что сделать? Вы должны пропустить всех, кто движется вам, ну, навстречу. Помеха справа, простыми словами. Если бы тут была главная дорога, которая уходила бы буквой Г налево, тогда тут вопросов нет. Вы уходите налево, и вас все пропускают. Но, судя по всему, главная дорога движется прямо, светофоры прямо и так далее. Следующий момент. Тут горит зеленый свет. Если бы на светофорах не горел зеленый свет, вот просто нерегулируемый перекресток, должен ли был водитель пропустить электросамокатчика? Нет. То же самое. Помеха справа. Даже если не горит зеленый свет светофора, то райдер должен пропускать. Следующий момент, который, опять же, удивляет меня, как водителя, как велосипедиста, моноколесника. Мы видим, что электросамокатчик движется справа. Мы об этом уже сказали. Все правильно, молодец. Но или у него что-то щелкнуло в голове, и он решил резко изменить траекторию движения, что, кстати, тоже в правилах движения запрещено. Или он по каким-то причинам, не знаю, не успел нажать на тормоза, подъехав к разделительной полосе, чтобы пропустить всех. Хотя визуально по видео он и не планировал этого делать. Но с правого крайнего положения полосе он или она, я не знаю, начал резко перестраиваться и резко уходить влево. Как он должен был поступить? Он должен еще, ну хотя бы метров за 30, перестроиться к левой части своей полосы, тем самым давая возможность объезжать водителей себя справа у бровки. Потому что в этом случае, в принципе, его мог снести даже водитель, который движется в попутном направлении. Ну и сумасшедших же много. Кто-то решил обогнать этот ряд, да, по встречке. И очень часто такое бывает. Обгоняет по встречке, райдер выезжает, и его сносит та машина, которая двигается по встречке в направлении вперед. То есть обгонять по встречке не запрещено. Тем более тут раздел есть. Обгонять на перекрестке, опережать запрещено. Он или она должны были перестроиться, ну занять крайнее левое положение. Выглянуть, посмотреть, а что там все чисто, спокойно, нету ли там комбайна какого-нибудь, или мотоциклиста, который едет 200 км в час, удостоверится в безопасности маневра. Если понимает, что его мощи, его самоката не хватает, оценить скорость, то лучше пропустить, лучше постоять 10 секунд, 20, 30, 10 минут на перекрестке, но остаться в живых, пропустить всех, и потом перестроиться. Так стопудово, даже если просто тупо стоять и ждать, сплошной поток, вас, блин, через 20 секунд вас стопудово кто-то пропустит. И после этого уже поворачивать. Вы можете сказать, что да, он или она ехал в крайне правом положении, перед ним ехал какой-то пирожок высокий, относительно высокий, там может быть с тонированными стеклами, и закрывал ему видимость. Все правильно. Именно для этого он и должен был перестроиться, занять крайнее левое положение, чтобы выглянуть, а что там происходит спереди пирожка. Как раз этот факт меня удивляет даже больше. Если бы там не ехал пирожок, а ехала какая-то легковушка, сквозь которую райдер мог бы увидеть через задние стекла, ага, там что там спереди, кто-то едет навстречу, не едет, да, тогда бы можно было подумать, что он посмотрел, удостоверился, решил проскочить. А так как он не видел даже через пирожок, то это еще больше задает вопрос, почему. Ну и наша любимая, собственно, защита. Конечно, не буду утверждать, я не вижу этого четко. Но процентов на 90 я уверен, что этот райдер без защиты. Ну, почему-то мне так кажется. Не буду Нострадамусом, но в полете, да, если по стоп-кадру просматривать, какого-то шлема я, честно говоря, не вижу. Каких-то наколенников на ногах я тоже, честно, не вижу. Я думаю, этот райдер задумается о покупке защиты. Еще один факт, который меня тоже просто удивляет, конкретно в этом случае. Обычно подобные ситуации, подобные проблемы и ДТП происходят с арендными самокатами. Именно арендные самокатчики не знают ни ПДД, не носят ни защиты. А те люди, которые передвигаются по ПЧ, имеют свой самокат, но они в голове, ну, я раньше думал, на 90% был уверен, что у них в голове есть какие-то задатки знаний ПДД, потому что они там передвигаются, потому что они могут отличить красный сигнал светофора от зеленого, главную дорогу от второстепенной. Но, видимо, не в этом случае. И знаете, я себя поставил на место райдера, который двигался на электросамокате и подумал, а как бы я преодолел этот перекресток? Если бы я бы очень спешил, я уверен на 99%, что я бы принял крайнее правое положение, вылез бы на бордюр, на тротуар, на моноколесе, выждал безумных, длительных, бесконечных 20 секунд времени до переключения светофора на красный, соответственно, через дорогу зеленый для пешеходов и перешел бы на колесе, держа в руках на другую сторону по двум причинам. Причина первая. Даже на моноколесе, если бы я занял крайнее левое положение на дороге, то мне было бы, честно говоря, боязно, чтобы мне в зад никто не въехал, потому что место узкое, где-то что-то объезжать, кто-то кого-то не заметил, кто-то засмотрелся на светофор, и две тонны вас сносят на ура сзади. И вторая причина. Иногда выждать зеленый свет светофора пешеходного намного быстрее, чем стоять и пропускать. Я бы поворачивал налево с этой полосы, если бы передо мной стояла машина. Уже бы стояла машина, создавала бы затор, делала видимость, объем, да, что дорога занята, чтобы сзади нас, сзади никто не въехал. Вот тогда бы я бы сзади бы встал за ней, и вместе бы с ней, возможно, даже параллельно, когда она поворачивает, закрывая меня, я бы, возможно, в этом случае тоже пересек эту полосу. Ну, или если бы встречка была полностью пустая, чтобы мне не нужно было затормаживаться, снижать скорость. Вот едешь в тридцатник, смотришь, встречки нету, так на тридцатнике и въезжаешь в поворот. В этом случае, да, без проблем. Но тупо останавливаться на однополосной дороге, моноколеснику, велосипедисту, электросамокатчику, ну, тоже, знаете, не фэн-шуй. Друзья, вот такие вот мысли по поводу всего лишь 8-секундного этого видоса с ДТП в Одессе. Электросамокатчику или электросамокатчику с скорейшего выздоровления набраться ума, подучить ПДД водителю, который сбил скорейшего ремонта его тачки. Не нарушайте. Жизнь одна. Не торопитесь. До новых встреч, новых видосов всем пока. Акда, кстати, ну, по традиции, вы же сами знаете, что сделать. Респектую каждому, кто подписывается на канал для его развития в Ютьюбе. Всем пока.